Здесь кроме ужаса, я другого слова не могу подобрать, визуально видно все, не надо даже какие-то лаборатории нанимать и так далее, все тут понятно и жители абсолютно справедливо отмечают этот вопрос. Я напомню, что река Енисей это объект, который находится под подчинением федерального и регионального законодательства, поэтому здесь наших полномочий нет. У меня предложения, которые я сформулировал, были очень простые. Вот есть большой проект, на который заложены деньги, 30 миллионов рублей, если помните. Они в госпрограмму заложены, в бюджет, бюджетом предусмотрены по расчистке. Там есть у нас и ряд КОС, которые мешают проточность, и в том числе ликвидация растительности и мусора. Пока сейчас решается вопрос, как брать, куда перевозить этот гравий, который будет доставаться из протоки, на это требуется время. Вот это оперативная часть. Поэтому мое простое предложение из этого большого проекта, мы так оперативно решаем вопросы очень часто, вычленить небольшую часть, которая как раз там и предусмотрена на очистку водорослей, мусора, который сейчас вот визуально здесь представлен, и сделать эти работы в этот сезон период. А большой проект уже не увязывать, распараллелить эти два направления. Это будет уже проще. А дальше решать уже ключевую глобальную задачу по непосредственной расчистке протоки. Поэтому есть вещи всегда, которые острые, вот болевой синдром. Всегда надо, если у тебя температура, ну надо выпить таблетку жаропонижающую, а потом уже лечить все основные симптомы, которые сопровождаются. Поэтому я это расцениваю как ровным счетом болевой синдром и мой личный, и жителей. Поэтому я считаю, что надо поступить именно так.